История киновселенной Марвел в общем и целом настолько успешна, что вы, возможно, проигнорировали Тони Старка, объективизирующего Черную Вдову, или Деб Халка, или телесные выделения, покрывающие Милано. Вот самые кринжовые моменты киновселенной Марвел. Наташа Романов, известная как Черная Вдова, – один из самых полезных персонажей во всей киновселенной Марвел. И это лишь одна из причин, почему так отвратительно, что её знакомство с Тони Старком почти полностью вращается вокруг её объективизации самим Тони. Возможно, это худший момент во всей киновселенной Марвел. Помимо грубой, неприкрытой объективизации в этих словах, всё усугубляется тем, что он говорит это своей возлюбленной Пеппер Поттс. Сама Йоханссон признала своё участие в развитии сексуализации героев, рассказав об этом на пресс-конференции для Черной Вдовы в 2019 году. Излишне говорить, что её взгляд на персонажа сильно изменился за последнее десятилетие. Это одна из основных причин, почему Йоханссон захотела вернуться в киновселенную Марвел в сольном фильме о Черной Вдове. Это возможность помочь изменить представление женщин-супергероинь в целом и Черную Вдову в частности. Сейчас всё меняется. Теперь люди, молодые девушки, получают гораздо более позитивное послание. Очень здорово быть частью этих изменений и иметь возможность быть частью старой истории и вместе с тем способствовать прогрессу. Конечно, достойные презрения цитаты о Черной Вдове не ограничиваются персонажами киновселенной, мы слышали их и от самих актёров. В интервью Digital Spy UK в преддверии выхода фильма 2015 года Мстители Эра Альтрона актёр Капитана Америка Крис Эванс и актёр Соколиного Глаза Джереми Реннер сделали несколько довольно безвкусных замечаний о персонаже Скарлетт Йоханссон. Когда Digital Spy задали им вопрос о сомнительных историях, в которых фанаты сводят разных персонажей вместе, например, Черную Вдову с Кэпом или Соколиным Глазом, Реннер зашёл слишком далеко. Пусть он и сказал это с юмором, эти слова прозвучали чрезвычайно неуместно, особенно учитывая жалобы на то, как изображался персонаж Йоханссон на тот момент. Оба актёра в социальных сетях столкнулись с понятной негативной реакцией за свои высказывания, после чего каждый выступил с заявлением. Эванс со своей стороны принёс искренние извинения, сказав, что они, цитата, «повели себя очень по-детски и неосмотрительно». Он добавил, «Я сожалею об этом и искренне извиняюсь» Реннер же со своей стороны выступил с классическим пассивно-агрессивным отказом от извинений, который ясно дал понять, что он считает возникшую реакцию глупой. Кроме того, он до сих пор не извинился за свою карьеру музыканта. Можно было бы подумать, что Marvel извлекла уроки из-за всей этой истории. Но нет. Несложно догадаться, с каким персонажем они снова неправильно обошлись в Мстителях Эра Альтрона. Одним из наименее любимых сюжетных поворотов за всю историю киновселенной Marvel стал внезапный необоснованный роман между Брюсом Бэннером и Наташей Романов в Мстителях Эра Альтрона. Пусть оба этих персонажей являются любимцами фанатов по отдельности, их отношения кажутся неуместными, особенно учитывая, что самой запоминающейся совместной сцены этих персонажей до этого момента была сцена в Мстителях, где Халк преследовал Наташу, чтобы убить её. Но этот неприятный факт бледнеет по сравнению с ужасной сценой в Эре Альтрона, где Наташа говорит Брюсу, мол, она тоже монстр, потому что благодаря принудительной гистероктомии она больше не может иметь детей. Излишне говорить, что многие поклонники и критики не оценили идею о том, что ценность Наташи как человека проявляется только в её способности рожать детей. Marvel предприняла вялую попытку исправить эту ошибку в фильме Чёрная вдова, но учитывая характер многочисленных скандалов, в которых за последние несколько лет участвовал режиссёр Эра Альтрона Джосс Уидон, эта сцена с возрастом становится только хуже. И, кстати, о Брюсе Беннере. Возможно, Марвел немного переборщили, пытаясь показать, какой он придурок. Помимо того, что на протяжении нескольких фильмов он говорил слишком много научных слов, не имеющих особого смысла, Наташа Романа позже напрямую сказала об этом в Эре Альтрона. – Он тоже огромный дурак. – Чек, стекла. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, потому что Marvel изо всех сил старались выставить нового улучшенного профессора Халка ещё большим дураком в Мстителях Финал. Когда нам показывают Халка спустя шесть лет после щелчка, Брюс придумал способ объединить интеллект Беннера с телом Халка, взяв лучшие качества каждого. И всё же он по-прежнему ходячая шутка про глупого папу, о чём свидетельствует тот факт, что когда к нему подходит группа детей за автографом, он делает Депп. – Брюс. Депп стал популярным причудливым движением в 2015 году. На момент выхода фильма в 2018 году он уже выглядел неуместно. И он выдаёт это в фильме, действие которого происходит в 2023 году? Ну да, конечно. Этот момент простителено, учитывая контекст. После того, как Тони Старк освобождается из плена Десяти колец в первом фильме Железный Человек, он говорит Пеппер Поттс, что хочет сделать две вещи. Когда они приезжают на пресс-конференцию, водитель Тони, Хэппи Хоган обходит машину, чтобы Тони мог достать ещё один чизбургер из пакета Бургер Кинг. Серьёзно? Он пережил в плену, грозящий верной смертью, где собрал супер-костюм из запасных частей оружия, разработал план побега, выжил в пустыне и хочет добраться в Бургер Кинг перед встречей с прессой? Но главная причина, по которой эта сцена стала такой вызывающей, заключается в том, что это вопиющий пример продакт-плейсмента. Это был первый фильм киновселенной Марвел, и они, конечно же, нуждались во всей возможной поддержке, чтобы убедиться, что их первый фильм принесёт прибыль. Но это был поступок уровня мира Уэйна. По иронии судьбы, Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека, приписал Бургер Кинг заслугу помощи за то, что он отказался от наркотиков, но не с положительной точки зрения. В 2003 году он попробовал их гамбургеры, и они были столь ужасны, что он осознал, как сильно скатился вниз, съев немного их еды. Он сказал Эмпайр, что их воппер был столь ужасным, что он даже выбросил все свои наркотики в океан. Гамбургер, что я заказал, был просто отвратительным. Я съел его и выпил большую газировку. После всего этого я подумал, что со мной произойдет нечто ужасное. Джон Фавро, режиссёр первых двух фильмов о Железном Человеке, решил не возвращаться в старое кресло в Железном Человеке 3, сценаристом и режиссёром которого стал Шейн Блэк. Но изначально Фавро планировал лично снять Железного Человека 3, и он надеялся использовать в нём Мандарина, классического злодея Железного Человека из комиксов. Фавро ранее упоминал этого злодея в Железном Человеке в контексте организации Десять колец. Это был прямой намек на десять магических колец злодея, которые давали ему силы. Но Блэк сделал всё совсем иначе. Он использовал Десять колец и Мандарина в качестве пыли в глаза. В Железном Человеке 3 террорист, известный как Мандарин, на самом деле оказывается британским актёром по имени Тревор Слеттери, которого наняли, чтобы он сыграл роль террориста. Пока Тони Старк гонялся за своей же тенью, настоящий злодей Олдрич Киллиан действовал за кулисами. Многим фанатам это не понравилось. Marvel даже пришлось исправить этот косяк, выпустив короткометражку Да здравствует король, словно давая обещание фанатам, что им нужно только подождать. Настоящий Мандарин существует, так что сердиться нет нужды. В конце концов, это принесло свои плоды, и он появился в фильме Шан-Чи и Легенда Десяти колец. Но на исправление этой ошибки потребовались годы. И, кстати, о досадных промахах. Как насчёт того момента, когда Звёздный Лорд стал причиной уничтожения половины живых существ во вселенной, просто потому что. Вполне очевидно, о чём мы. В Мстителях Война Бесконечности Стражи Галактики объединяются с группой Мстителей, чтобы попытаться одолеть Таноса. Их сложный план срабатывает идеально, до тех пор, пока Звёздный Лорд не пускает всё псу под хвост. Узнав, что Танос в попытке заполучить Камень Души убил его девушку Гаморру, Звёздный Лорд эгоистично пошёл на поводу у своих чувств, плюнул на план, чтобы просто пару раз бесполезно вмазать Таносу по лицу. Причём Танос, скорее всего, этого даже и не почувствовал. Зато вся остальная вселенная почувствовала это по полной. А всё потому, что Звёздный Лорд, эгоистично отступивший от плана, позволил Таносу освободиться и, в конечном итоге, стереть половину вселенной с лица реальности. Можно ли его понять? Конечно. Но это не помешало разгнебанным фанатам выразить своё недовольство Звёздным Лордом даже после того, что благодаря ему позже Мстители смогли всё исправить. По сути, если бы не он, не было бы Мстителей Финал. Обрадуются ли фанаты, когда Звёздный Лорд вернётся на экраны в Стражах Галактики Том 3? Или этот идиотский момент навсегда испортил персонажа? Лишь время покажет. Говоря о Звёздном Лорде, стоит также отметить, что он и впрямь очень мерзок. И это неудивительно. В конце концов, Питер Квилл никогда не знал своего отца, а его суррогатным отцом был инопланетянин-пират с синей кожей по имени Йонду, который похитил его в детстве. Поэтому неудивительно, что Квилл мог развить определенное антиобщественное поведение. Например, иногда он может быть отвратительно негигиеничным. Он, похоже, даже странно гордится этим, ну или, по крайней мере, ему всё равно, когда Гамора отмечает беспорядок на его корабле Милано в первом фильме о Стражах Галактики. После того, как группа обсуждает продажу шара, который хранит в себе Камень Силы, зелёная возлюбленная Звёздного Лорда замечает, что его корабль, как бы это сказать, грязный. Но вместо того, чтобы обидеться, он отмечает... Поллок был художником, известным тем, что создавал искусство, разбрызгивая краску повсюду. А поскольку ультрафиолет вызывает свечение определенных телесных жидкостей... Ну, короче, подробнее рассказать мы не можем, надеемся, вы поняли. Мы принимаем и признаем, что Капитан Америка, он же Стив Роджерс, человек из другой эпохи. Превратившись в суперсолдата во времена Второй мировой войны, он провел десятилетия во льду океана, разбившись на бомбардировщике. Технически он даже не достиг совершеннолетия. Он даже сам признает, что немного наивен в контексте женщин. Но пускай Звёздно-полосатый Мститель является символом, причем до мозга костей американским, нет никаких причин думать, что он всегда предельно тактичен. Понятно, что шутка в Эре Альтрона, следи за языком, была разыграна ради сиюминутного смешка, ровно как и это. Но старомодный Кэп слышал фразочки намного хуже, сражаясь вместе с солдатами на полях битв Второй мировой войны. Он возглавлял легендарных воющих Командос в киновселенной Марвел. Как вы думаете, они говорили, блин, черт и тюрьмо, когда что-то шло не так. Остановился бы он, чтобы получать своих соратников, пока они сражались с немецкой армией и Гидрой. Шутка про Полумат и её повторения в дальнейшем получились немного натянутыми и вымученными. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же, скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!